Я решила это сделать своей миссией, то есть, ну что уже старушечки делать, которые 60, ну только умирать на 10, мне дали, знаете, я была в рану, все работает, мне дали 8 тысяч пенсию, ну это смешно, я люблю одеться, я люблю в ресторан сходить, это невозможно, ну как психолог я подрабатывала, но недостаточно, я люблю практиками заниматься, это дорого, и вот этим принесли не только здоровье, мою семью, всем членам моей семьи, мне, они принесли благополучие, они принесли радость и успех, я сейчас говорю, всем кажется, это ерунда, нет, человек, когда структурируется, он светится, образует проводник, становится тонких вибраций, он становится человеком-везунчиком, человеком счастья, человеком успеха, у меня материализуются все мысли, вот то, что я сейчас говорю, это на полном серьезе, стопроцентный серьез, вот я беру лист бумаги, я просто рисую и приклеиваю картинки, ну какие мне хочется, мечту, я не успеваю их менять, и тогда я наглею, и начинаю так, что можно совершенно нереальное, абсолютно нереальное, чтобы было, я это делаю, и это сбывается, и сбывается очень быстро, почему это происходит, а потому что я нахожусь на связи, потому что это не может, с вами, вот это мечта, с вами невозможно встретиться, вы недоступный человек, потому что вы гений, вы не можете помочь гильярдам людей, которые, ну физически, это так, это так, вот, и была там скромная-скромная мысль, что я встречусь, ну что вы думаете, что вы мой живот пощупаете, вы можете писать, и что сегодня произошло, мой живот пощупали, и сказали, что я абсолютно здорова после рака перстень невидного, и я не придавала, поскольку я ощущала себя здоровой, я не придавала значения, что нужно этим пользоваться вот до такой степени, ну, когда я здоровалась, зачем, ну, иногда подушкой, слава богу, да, это не то, что мой муж, у которого вены то было, да, он там и в шортах спал, потому что у него аденома простата, у него, кстати, абсолютно здоров, значит, мне 71, ему 74, когда он приходит к протологу, он говорит, иди, иди отсюда, в общем, короче, у тебя все как у молодого, в идеальном состоянии, ну, там, естественно, все процессы у мужчин абсолютно как будто 20 лет, то есть абсолютно вообще никаких проблем, но при этом сексуальная заботчинность прекращается, то есть человек становится духовным в этом плане, то есть я тоже поняла, что вот эта сексуальная заботчинность, как-то я читала однажды об этом, что мужчины, которые особенно сексуально заботчины, они стремятся, природа так сделала, продлить рот, потому что они очень быстро умрут, то есть таким образом они пытаются семя где-то оставить, чтобы побольше родить после себя, вот, а мужчины, сдержанные в этом плане, живут долго, так вот, и получается, что эксперимент был живой с телом, особенно после рака. Я сделала что? Следующее условие, я прочитала это в книге Леонардо Ора, тоже он заболел раком, абсолютно восстановился, и он говорит, нужно обязательно социум исключить все, что вас окружало, потому что психологически что-то произошло, что вас, ну вот, в рак окунуло. И я тогда бросила бизнес, полностью раздала бизнес, ушла из семьи, я сняла квартиру на последние там 500 тысяч, которые у меня были, самые дорогие, в красных домах, на улице строителей, или, наверное, вся Москва знает об этих домах. Я когда зашла, огромное женское зеркало, красный ковер, диван, пуфики, ой, думаю, вот здесь умирать приятно. Вот, и я туда пришла умирать, но чтобы социум исключить условия. Один раз поговорила с Богом, один раз всего. Встала, зажгла свечу и сказала, Всевышний, я не имею претензий к твоему миру больше, пусть воруют, пусть крадут, пусть обманывают, пусть что хотят делают, это твоя воля, это твое произведение. Я могу отвечать только за себя. Прости, осуждала, критиковала, но бобло мне больше не надо делать. На этом закончили. Я больше не буду этого делать. Я только буду с собой работать, и больше ничего в этом мире мне не нужно. Плакала при этом, сильно плакала и говорила. Все, это был один всего же разговор с Богом. Дальше я прочла всю литературу, какая только есть, кто рак смог. Я прочла белорусов, которые изобрели какую-то жидкость, которая ощелачивает совершенно колоссально. В Витебске вы, наверное, знаете об этом. Я только в книжке об этом прочитала. Я мечтала, и я белорусская, а у меня в Витебске мои двоюродные живут. У меня семь было, братьев и сестер. Я думаю, поеду обязательно, эту жидкость потом найду. Но всего АСД пила. Так вот, получается, что я начала ощелачивать организм. Я прочитала в литературе всё, что ощелачивает максимально, какие продукты. Я начала только их употреблять. Я прямо со списком ходила в магазине и покупала ощелачивающие продукты. Я легла на матрас, на подушку, очки, шапка, на живот пояс такой. Ну вот универсальная вот эта штука. То есть, все доспехи на себе. Да, совершенно. На ногах тапочки. То есть, как можно большее количество наших клеточек должно отражаться здесь, в этом изделии. Почему? Скажу. Значит, вот чтобы вы были, полностью отражались. И ещё я увидела тогда, это был 13-й год. Это как раз трансформация самая сильная была планеты. И операция у меня была 7 октября, осень. Вот это сильная трансформация была. Да, у меня сменилась группа крови. До рака у меня была вторая группа, отрицательный резус. После рака у меня четвёртая группа, отрицательный резус. Произошло ещё одно чудо. Вот это изделие, когда я поняла серьёзность, что я не серьёзно относилась. Я дышала, включала обязательно дыхание. До сих пор его включаю, потому что сильнее этого вообще тоже ничего нет. Я увидела это на диагностике. Если я человека прошу дышать дыханием черепахи во время диагностики, вот смотрите, он идёт, нулевая линия. Вообще. Труп. Я говорю, давайте начнём. Наберите живот медленно, грудную клетку. Доберите максимально, увеличьте вдох. А потом выдыхайте, естественно, до последней капли в животе. И кривая начинает резко подниматься вверх и идёт вверху. Это потрясение. Дыхание – это секрет жизни. Стопроцентный. Люди об этом не знают. И я начинаю учить. Я говорю, вы хотя бы идёте пешком просто. Четыре шага вдох, четыре шага выдох. Ну, вы же всё равно ничего не делаете. Лучше, чем дурь какую-то думать. Вы лучше о дыхании подумайте. Я пытаюсь, знаете, что сделать? Я же обычный человек, обычную жизнь живу. Питаюсь из обычных магазинов, обычной пищей. Живу в малюсенькой квартирке с проходной комнатой, в которой у меня сейчас толпа людей ходит. И все говорят, Света, ты так скромно живёшь. Я говорю, делай не в этом, делай в другом. Вот. Я как бы это изделие увидела, что оно не только меня изменило, не только сделало в моей жизни гармонию, не только меня спасло от рака, потому что я обязательно бы ушла. Были такие продвинутые лекции совсем на продвинутом уровне. Ну, как говорят, оттуда читают. Была лекция о мозге. Они говорят о том, что вы не знаете ещё об этом, но человечество об этом скоро узнает. Что очень важна шишковидная железа. Вы не придаёте ей того значения, какого она заслуживает. Шишковидная железа нуждается в свете. И если она получает достаточно, ну, в чём свет пикселей, в чём он измеряется, если он получает шишковидное достаточно, то тогда мозг начинает вырабатывать вазопрессин. Я уже всё это запомнила, хотя это для меня всё казуистика полная. Гормон такой. Так вот, этот гормон отвечает за жидкую клетку. А для того, чтобы вазопрессин появился, нужен свет для шишковидной железы. А если клетка жидкая, они говорят, то тогда вы становитесь проводником тонких вибраций, любви. То, для чего все занимаются практикой. Для чего монахи уходят в пещеры и так далее и тому подобное. Просветлеть. Совершенно верно. Вы становитесь проводниками вот этой тонкой вибрации. А если вы становитесь проводниками тонкой вибрации, эта тонкая вибрация выталкивает вибрации низкие. У вас начинает работать вилочковая железа. А вы знаете, что это такое. Она как шагреневая кожа, что? Что? Сохнет. И когда она совсем засыхает, смерть. Вот. А она расправляется так же, как все остальное. Я пошла делать томограмму всего лишь через полгода пользования подушкой. Потому что у меня был микроинсульт. И я волновалась. Как бы плохо ни было. Мне сделала подруга полгода пользования подушкой. Она говорит, у тебя мозг как у грудного ребенка. Я говорю, что это такое? Она говорит, пухлая, все визвелины. Все занимают черепную коробку. Говорит, я такого не видела. Только у детей маленьких, только что родившихся. И я поняла, когда я эту лекцию прослушала, вот что произошло с моим мозгом. И происходит со всеми, кто на этом спит. То есть жидкая клетка становится, она, естественно, расправляется, и расправляется все. И я увидела это, когда мне начали молодеть руки. Они начали молодеть отсюда, как перчатка. Потом сюда, может быть, вы это объясните, потому что я не знаю, почему так. Улучшается кровообращение. С кончиков пальцев. Да? Иннервация шейного отдела восстанавливается. Да. И дальше пошло по рукам. Вот. И начала молодеть вот эта черепашья, вот эта кожа страшная такая. Она вся слезала прямо с меня. Это было наблюдать удовольствие необыкновенное. Но это уже позже. То есть, когда я начала серьезно пользоваться. Когда я начала. А теперь мне помог ковид. Я болела трижды. Я заболела в январе 31 декабря, когда только началось, и у нас еще не объявляли ковид. В 19-е год. В Китай, когда только. В Китай, когда объявили. Это был 19-й год. В Китай сказали, у нас не говорили. У нас сказали в марте. И посадили нас на ковид. Я заболела 31-го. Я была в офисе. Прием вела. Пришла домой. Температура повысилась. Три дня высоченная температура. На часа кашля. Короче, месяц я болела. Но я уже болею всегда в микросферах. И болею не просто только на матрасе. А я накрываюсь. Одеваю шапку. Привязываю, что я кашляю, сюда. Вот эту штуку. Понимаете? Чтобы был непосредственный контакт круглые сутки. Почему я объясню? Почему круглые сутки? И лежу. И весь процесс вот этот, который должен был проходить с осложнениями, с ситуацией, да? Там понижением, там и всего остального прочего. Мы же тогда этого ничего не знали. Как он протекал, когда я ничего не знала? Температура, само собой, прошла. Кашель был. Постепенно затихал. И затих. Слабость была. Страшная была слабость. А я человек, который не болеет. Я никогда такой слабости не ощущала, как ощущала в ковид. Это что-то нереальное. Вот. У меня было ощущение, что... Ну, почти смерти. Вот такое ощущение было. Дальше. Ровно месяц, ровно, вы не поверите. Вот 31-го по 30-е. Вот так. Раз. И у меня ни кашля, ни слабостей. Ничего. Полная бодрость, полная активность. И я пошла на работу. Перезагрузка. Да. Да. Вот мы с вами гораздо глубже это понимаем. А я же ничего этого не знала. И никто еще ничего этого не знал. Дальше происходит вот это. Вот нас сажают и так далее и тому подобное. Происходит удивительная вещь. Понимаете, это нужно распространять срочно. Почему? Я вам объясню, какую цепочку я увидел. Но я психолог, я привыкла анализировать события, знаки и так далее. Я работаю 15 лет. У меня прекрасный офис на Бережковской, рядом с Киевским вокзалом. Я обыкновенно красивый. Я его обожаю. Я делаю процедуры. Я людей... Люди корректируются. Это такое счастье. Я каждый раз накрываю человека и думаю, боже, спасибо тебе за такую миссию. Какой же я счастливый человек. Я ставлю музыку, мантры, зажигаю свечи, арома эти, да, и они лежат в этом. И через несколько сеансов они прекрасно себя чувствуют. Ну, как несчастливее человека. И вдруг пандемия. Ко мне никто не имеет права прийти. Я не могу платить, я не зарабатываю бешеных денег. Я зарабатываю только, чтобы заплатить себе жить. Я прихожу, закрываю спокойно при этом и говорю, значит, Всевышний, тебе это надо. Закрываю офис, сдаю. Через месяц я потерпела. Вижу, что это бесконечно. И начинается следующее. Меня выводят, чтобы я как можно большему количеству людей это рассказала. Потому что, сидя там в комбинете, об этом, ну, единицы знают. Три-пять старушечек, которые ко мне приходят. Таким образом получается, что я, когда сажусь, начинается еще. Ковид продолжается. И я заражаюсь. Мне обидно невозможно. Но я открыто, я без маски ходила, я абсолютно открыто ходила. У меня такой, я как бы антиковидник. Тех, которые хату собирались, да? Вот. Я смеялась, но, тем не менее, как бы не подчинялась этому ничему. Я заболеваю пять. Ну, у меня все знакомые кричат, вот твое упорство и туда-сюда. Я заболеваю вторым видом. Второй вид протекает иначе, совершенно, чем первый вид. Я ложусь опять все полностью, и тут уже констатируют. Эти палки мне суют в нос для того, чтобы определить очень неприятная процедура. Дальше протекает все легче. Не месяц, а протекает 10 дней. С кашлем. С температурой уже 37 с чем-то. С поражением легких. Я уже знаю, насколько были они поражены. 25%. Ситуация не опускалась ниже 94. То есть, норма держалась. А первый раз у меня еще и нога отказала. Первый раз. Это я потом отдельно скажу. Отказала нога. Промбирование произошло? Позвоночник. Дикая боль в позвоночнике, в крестцовом отделе, и отказала нога. Я не могла понять вообще, чтобы... Кашляю еще и нога отказала. И я еще смеялась, анекдот вспомнила, когда повязка... Чуть-чуть повязка на ноге, а голова болит. Вот это у меня то же самое. Абсолютно не связанные вещи. И вот получается, тут у меня... Таким образом, через 10 дней я здорова. Я иду в поликлинику. У меня ситуация 99. И мне говорит врач, вы чемпион. Вот. Я говорю, а что такое? Да такой не бывает ситуации. Тем более после ковида. Ну, потом дальше. Все остальное, все нормально. Кровь нормально, давление нормально. Все идеально. Хорошо, прекрасно. И я болею третий раз. Вот этой осенью. Уже видно омикрон. То есть я прошла через все виды. И я заболеваю. И заболеваю совсем по-другому. Трансформация шла еще глубже. То есть у меня кости. Боль такая в костях, что я не могу вам передать. Я не сидеть, не стоять. Суспорно болели или кости? Все кости. Все. Позвоночник, тазобедренные, колени, боль под коленом, стопа, шея, руки. Все. У меня такое чувство, что шло изменение такое серьезное. Я думаю, боже, да что же я за продвинутый человек. И у меня микросферы. Я вся в микросферах лежу. Что же это за боль? Я не выдержала. Я вызвала скорую. И удивительным образом опять такие приехали ангелы. Не пьяные, не пьяные, трезвые. Но уехали с подушками. Я им подарила подушки. Они сидели со мной долго. Я говорю, сделайте мне. Ну, боль невыносимая. Они мне кололи вот этот гормон, с чем-то там кололи. И научили меня, что колоть нужно в противоположную сторону. Я сама себе умею колоть. Я говорю, ну, только это, скажите, что купить, чтобы я там колола. Вот. И они сидели, ждали, когда обезболят. Ну, что вы думаете? Нифига. Они сказали, вот только, пожалуйста, мы когда уедем, мол, это не больше двух раз. Это нельзя. Но у меня такая боль, что я не могу. Я девять раз, девять дней колола. А боли не меньше. Тогда я уже не выдержала, костоправо вызвала. Но я думаю, ну, наверное, у меня поток как-то не так идет в кости. Мне нужно выправить, в конце концов, позвоночить до конца. Вот. Двухметровый парень пришел, вот так в дверь заходил. И я такая вот, скелетик. Вот он меня на пол положил. И, значит, начал меня это все. Представьте, в моем состоянии он еще крутит все. Он ушел, у меня такое обострение. Я думаю, мама моя родная, что же я сделала? Дурнее нет человека на свете. Вот. Но мне плохо. Чуть легче стало через день достать. Я думаю, я звоню ему. Второй раз звоню. Он второй раз приходит. Опять обострение. Опять. Он говорит, Света, нужно третий. Я говорю, иди отсюда. Я говорю, больше этого не выдержу. Я его выгнала, потому что я больше не могла. Второй раз все равно выдержала. Что вы думаете? Постепенно начала отпускать. Но, что интересно, голова была. Помимо костей, мозг. А у меня мозг как часы работает. Я вообще, у меня даже выпивка не действует. То есть я монстр. А у меня дурная голова. Вы понимаете? Как склеротик. Я думаю, этого еще не хватало. Вот это омикрончик. Мало того, что он мне по костям, он еще дурочкой меня делает. Я шапку, очки, горло. Все замотала. Лежу в этом во всем. Вот. Через три дня отпустила. Ум вернулся. Все нормально. Вот. И потом, когда уже боли отошли, отпустили сильные, что происходило? Отекало то колено. То вот здесь отекало. То голеностоп отекал. То есть постсиндром этого процесса, он все равно был. То есть что там происходило, это, ну не знаю, это невозможно объяснить, но я констатирую факт. После этого у меня на телевидении я не смогла выступить, потому что, ну, я говорю, ну я никакая. Они отложили. Отложили, я говорю, ну вот сейчас могу. Что вы думаете? Я прихожу, а там все вот так. Я говорю, что такое? Они говорят, да ты моложе. Явно. Просто бессовестно моложе. А я говорю, да вы что, я только с ковито. Вы даже представить себе не можете, как я болела. Какой ад был. Третий еще хуже всех, которые были до этого. Они говорят, Свет, это реально. То есть получается, меня насильно как бы, ну, заставили лежать, только рот торчал. Понимаете? И произошла трансформация вплоть до омоложения. Если бы я еще подольше полежала, ну, видно, у меня вот это не опухали бы колени и так далее. Просто мне нужно было выдержать, еще подольше полежать. Дальше у меня сложилось это все в такую теорию одну целостную. Ну, вот, я рассказала о своей жизни, собственно, о своем опыте, что я считаю очень этичным. То есть у меня очень много опытов других людей. Но о себе я буквально раздеваюсь до гола, рассказываю. Потому что считаю это своим долгом буквально перед человечеством. Невозможно, чтобы об этом изобретении наших ученых СССР не узнало человечество. Потому что это спасение в 21 веке, хотя изобретено было в 20 веке.